Всем привет! Сейчас специально для канала Банковский мы поговорим о том, можно ли взять на работу самозанятого. С 2019 года в России оформляется самозанятость, ну и, конечно, большинство сотрудников, особенно если это касается каких-то удаленных профессий, логичнее всего оформлять себя как самозанятый, но встает вопрос, законно ли работодателю оформлять самозанятого человека, и можно ли вообще это делать. И ответ будет да, работодателю можно оформлять самозанятого на работу, ну и, соответственно, самозанятый может трудоустраиваться. Но, конечно, может-то он может, но есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать, чтобы в дальнейшем ни у работодателя, ни у самого самозанятого не возникало проблем. Давайте разберем несколько этих нюансов. И начнем мы с того, что как индивидуальные предприниматели, либо любой работодатель не могут заключить договор с самозанятым лицом, если с момента трудовых отношений прошло менее двух лет. Есть такое правило, и оно прописано в федеральном законе, то есть, если сначала самозанятый был трудоустроен в какой-то организации, да, и уволился, после чего ему нельзя вновь прийти на работу, устроиться в эту же организацию как самозанятому. Этого делать нельзя, то есть, нужно, чтобы прошло как минимум два года. Далее, еще рассмотрим нюансы. Плательщик налога на профессиональный доход, да, то есть, самозанятый, трудоустроенный в ООО или ВИПе, может оказывать услуги и реализовывать продукцию собственного производства, но не действующему работодателю. То есть, это, конечно, тоже необходимо учитывать. Самое главное, чтобы этот работодатель в данный момент был не действующий. Это очень важное условие. И есть еще один нюанс. Точно так же не получится сотрудничать с самозанятым, если оформляется договор поручения, комиссии или агентирования. То есть, самозанятые работают на себя и не вправе вести деятельность от лица фирмы или предпринимателя. То есть, это очень важное условие. И если не будут соблюдаться какие-то из этих условий, да, например, как был человек оформлен сначала в одной организации как обычный рабочий, потом он стал самозанятым, то налоговая служба может заподозрить как работодателя, да, так и самого сотрудника в уклонении налогов. Потому что, как мы знаем, самозанятые не платят полную сумму налогов. Так что, чтобы избежать каких-то проблем, стоит учитывать эти нюансы. Но, в целом, да, самозанятый может оформляться на работу, ну и, соответственно, работодатель может оформлять к себе на работу самозанятого. Ну а ссылки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято специально для канала Банковский. Если оно оказалось для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания.